Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сразу скажу, что подписывались на мои социальные сети, чтобы не пропускать важную информацию и следить за роликами, потому что я их планирую делать как можно чаще и интересными по вашим запросам. И сегодняшняя тема звучит как 4 ступени мастерства. Разберемся, почему нам так нравится всем третья ступень, именно там покупка курсов, почему мы все так подсаживаемся на вот эти вот все марафоны похудения, марафоны желания, вообще как сделать так, чтобы перестать покупать одни и те же курсы, от чего это зависит. В общем, тема суперинтересная и это, наверное, такая база, которую знает каждый коуч. Мы покупаем курсы по двум причинам. Первая причина, мы действительно чего-то не знаем и хотим углубиться в новые знания, погрузиться в новые знания, в новую практику. А вторая причина это то, что мы это знаем, это вот про марафоны похудения, это про марафоны желания, то есть по сути нам там не дают ничего сверхъестественного, сверх чего-то нового. Но почему-то самостоятельно мы не способны достигать дальше результата или хотя бы удерживать тот результат, который у нас уже есть на определенном уровне и не способны двигаться сами, не способны расти. Лайк этому видео, если интересна тема. Также буду рада вашей обратной связи, что вы об этом думаете, какова ваша позиция, ваше мнение. И, конечно же, поехали к самому материалу. Для того, чтобы быть совершенным в каком-то вопросе, овладеть какими-то знаниями, какими-то навыками, мы все проходим эти четыре ступени мастерства. И сегодня я расскажу именно на простых примерах, как это вообще все происходит, чтобы вам было максимально понятно и интересно. Поехали. Первая ступень называется «Неосознанная некомпетентность». Например, когда у вас есть какая-то проблема, и вы даже не знаете об этом. Например, у человека есть лишний вес, но он даже не думает об этом, он это не осознает, и ему это пока вообще не интересно. Но тем не менее, это является уже первой ступенькой, если когда-то в том варианте развития его событий, когда он решит, что пора худеть и пора, например, сбросить лишний вес. Вторая ступень уже более интересная, она самая сложная, и на ней люди остаются годами – это осознанная некомпетентность. То есть, когда вы узнали о конкретной проблеме, например, о проблеме лишнего веса, вы знаете теперь, что она у вас есть. Опа, приехали, что делаем? Конечно, большинство идут в интернет, как это правило, да, то есть нам нужна информация, мы начинаем собирать информацию из абсолютно разных источников. Интернет, книги, друзья, соседи, какое-то сообщество, покупаем какие-то курсы и так далее. Вот здесь сложность вот этого момента, именно второй ступени, состоит в том, что это большой омут, потому что информации действительно супер много. Если у вас нет какого-то маяка, то вы просто можете утонуть в ней, погрязнуть годами, вы можете читать книги про похудение, вы можете спрашивать людей, как оно вообще всё работает, можете всех кого угодно спрашивать, но так и не делать каких-то существенных результатов. Вот эта ступень информации — это самое примитивное, потому что люди, как правило, неразборчивы в информации. И для того, чтобы у вас был успех, чтобы вам успешно пройти эту ступень, важно найти источник, желательно какой-то первый источник, так назовём это, то есть какой-то истинный источник, который вам понравится. И здесь задача — не всё подряд узнали, начали пробовать, узнали от другого, начали пробовать. Так у вас 100% нифига не получится. Вы начинаете работать, например, с каким-то профессионалом, записались к какому-нибудь там нутрициологу или тренеру. Тренер вам рассказал конкретные шаги, как это делается, с чего лучше начать, и вы, слушая его, начинаете делать. То есть вы не прыгаете из одного, не меняете постоянно свой выбор, не плаваете в этой информации, а вы выбрали какой-то маяк и начали пробовать. Смотрите обязательно, кто вам даёт эту информацию, насколько он профессионал, есть ли у него какие-то результаты, кто он вообще такой. Здесь важно именно понять, найти своего человека, который вам будет внушать доверие, который будет действительно обладать всеми необходимыми знаниями, адекватными, нормальными. На этом этапе вы начнёте пока только слушать и собирать информацию, только то, что он говорит. И вот именно вот это действие будет, целевое действие на этой ступени, чтобы её преодолеть. Третья ступень самая крутая, самая интересная. Именно здесь происходит покупка курсов, именно здесь так люди любят оставаться и тоже могут застрять здесь годами. Сейчас я расскажу, почему. То есть на третьей ступени вы, допустим, проходите какой-то курс. К примеру, у меня есть марафон похудения. И вы прошли этот марафон похудения. Вы знаете о правильном питании. Вы знаете, как применять эти правила к себе. Вы сделали уже определённые результаты. Чем хороша вообще эта ступенька третьей? Тем, что вы получаете уже результаты. Тем, что у вас уже есть какая-то эмоциональная зарядка. То есть у вас проснулся аппетит. Вы уже почувствовали свои плоды, усилий. Вам стало интересно. И вот многие и остаются здесь. Я сейчас рассматриваю именно вариант такой, когда вы один и тот же курс. Например, марафон похудения. Мои участники могут проходить два, три, четыре раза. Не потому, что я даю там фундаментально какие-то новые каждый раз знания, и они за этим идут. Нет. По факту я там мало что меняю. Есть база, есть определённая технология, которая работает, и люди просто идут по этой технологии. Да, она совершенствуется, но не глобально, но не масштабно. И по сути человек-то туда идёт, получается, не за знаниями, а именно идёт за атмосферой, идёт за командой, потому что мы всё-таки социальные существа, и нам важно быть с кем-то. Нам так легче. Легче двигаться в одну сторону. Легче идти, когда у тебя есть союзники или хоть кто-то, да, такой, знаете, buddy, который тебя поддерживает, такой друг. Друг как поддержка. Вы на марафонах себе команду формируете, вот эти эмоции, вы получаете результаты. После того, как марафон заканчивается, очень немногие способны самостоятельно удерживать ту планку, которую они сделали на марафоне, или её даже улучшать. Нужно всё равно как можно подольше в этом повариться, побольше узнавать себя. Нужно больше этому уделять, да, где-то не хватило дисциплины, где-то там какие-то обстоятельства, неважно по каким причинам. На курсе у вас был наставник, у вас был такой учитель, и вы как ученик, он вас брал за руку и ввёл через все трудности. Какие-то вопросы он вам говорил. Применяя эти знания, у вас 100% решался этот вопрос. То есть вот учитель, он как бы мастер, а вы ещё ученик. С учителем вы всё делаете, вы молодцы, у вас есть уже свой опыт, вы уже сами своими мозгами всё это доделываете, доходите своим упорством. Но 100% вы не владеете результатом, вы не можете сделать x10, вы не можете удерживать этот результат, то есть вы не можете влиять на результат. А когда мы проходим всё то же самое старое, но для эмоций и для результатов, потому что именно с этим у нас есть хоть что-то, мы имеем хоть какие-то результаты, потому что без этого мы опять начинаем теряться. И четвёртая ступень, это уже ступень про 100% профессионала. Вы не боитесь брать ответственность, то есть в третьей ступени ещё часть ответственности вы как бы перекладываете учителю, своему мастеру, своему куратору, с которым вы работаете. А на четвёртой ступени, да, чем профессионал отличается? Тем, что он сам ответственный за все свои падения, за все свои взлёты. То есть он не боится, этот человек, начинать падать. Вот профессионал отличает только его упорство и настойчивость. Вот именно на этой ступеньке начинается такая, знаете, глубокая уверенность в себе, потому что вы понимаете, что вы много знаете в этом вопросе, у вас есть результаты, и самое главное, вы можете влиять на эти результаты. И четвёртый этап, он, конечно, самый долгий и самый сложный, но если вы действительно настойчивы, если вам действительно это важно, то отнеситесь к этому как к интересной, захватывающей игре, и у вас всё получится. Потому что не получится у вас может только в одном случае, если этого не делать. И, как правило, здесь просто играет роль большая кому-то лень, кто-то забрасывает, кому-то это на самом деле не сильно-то и нужно было, поэтому он не готов тратить на это своё время, не готов тратить на это свои силы. И просто вот эта цель, она уходит от него. А кому это нужно, кому это действительно нужно, они всегда добиваются своего, и неважно, сколько времени это занимает. Так или иначе, они становятся мастерами в этом вопросе. Я надеюсь, вам это видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мои соцсети, делитесь этим видео с друзьями, и до новых встреч!